ребята всем привет с вами канал насекомолюб и сегодня я расскажу про необычного вредителя стеклянница она очень похожа на бабочку а может это она и есть ну скоро узнаете в этом видео а сейчас погнали стеклянница это насекомое из отряда чешуек крылых чешуек крылых это более не менее большие бабочки так я бы сказал мелкие даже среднего размера где-то размах крыльев достигает 10 50 миллиметров что это примерно один сантиметр 5 5 сантиметров по мне так мало крылья у них в основном большая часть прозрачная поэтому стеклянецы получили такое название и вы можете перепутать стеклянец с бабочкой стеклянецей но это совершенно не так внешне некоторые стеклянецы особенно вот это вот и вот это похоже на чешуек крылых насекомых то есть больше на ос по мне так или на пчел вот это вот больше похоже на шмеля и давайте же все таки подумаем как такая на мил на вид безобидная бабочка может уничтожить полностью яблоню или что-то типа этого стеклянница смородиновая выглядит примерно вот так это сама бабочка то в общем-то и ничем не вредит если ее можно назвать бабочкой по мне так она и на бабочку совершенно не похоже наверное это у нее просто предупреждающая окраска такая ну так вот бабочка сама ничего не делает а вот делают за нее всю работу личинки они прогрызают ходы в дереве практически как караеда или в листе или в листе и они иногда в кладу сейчас вот если вот одна и тут есть яблоневая стеклянница а кто мне сможет ее найти в коменты но а если же тут нет стеклянница потому что она тут есть а может и нет яблоневый тогда пишите в коменты мне будет очень интересно почитать встречались ли вы когда-нибудь со стеклянницей и знаете ли вы как она выглядит в яблоневой версии так сказать ну вот печальная история для яблони такая у нас была стеклянка стеклянка как-то мы тут убили вот яблоня у нас антоновка была знаете для меня это самые лучшие яблоники яблоки как и медуница вот она у нас продырявил вот она уничтожила все плоды в прошлом году вот все практически мы собрали там только три плода хорошо что еще медуница осталось но в этом году вот я не знаю как будет хотя конечно нет это наверное было в позапрошлом году потому что в прошлом году мы сколько яблок набрали но стеклянница конечно тоже навредила и стеклянницы вообще бывают еще есть топливая стеклянница кто ее тоже найдет тут или или ее тут нет пишите в коменты давайте договоримся так что это что картинка с толстой стеклянницей не буду говорить какая она первая верхняя справа вторая слева в углу слева внизу в левом углу это третья картинка а справа ой а снизу в правом углу это у нас будет четвертая картинка или же можете обозначить ее как а б ц или можете обозначить ее как а б ц д в принципе в принципе если вы назовете правильно то тогда вы полетите в комменты по следующему видео ну у нас еще комменты в этом видео будут и как по традиции в конце видео на победителей кстати ребят спасибо за 356 подписчиков так правильные ответы дали максим королев мухоловка это и многоножка и растения и птица да тоже правильно про пауков не очень понятный вопрос какое слово пропустил отряд хелицеровая вроде это ну да в общем то там там можно еще было сказать другое слово но это в принципе тоже правильно мухоловка это многоножка конечно тоже скорпионов много видов твой может быть и гигантский и императорский я бы сказал что это точно не гигант что это точно не императорский скорпион это гетерометрус он он больше так дмитрий херва лайф написал что это еще и многоножка я по моему уже сказал что ну а там вроде бы и было но это как я сказал по моему там я уже сказал что это и многоножка и что-то еще ну конечно там и растение было венерина мухоловка ну ладно ответ тоже засчитаем может я просчитался немного хорошо и как я обещал пиар хочу пропиарить канала рахман кульмакишев простите и прости пожалуйста если я неправильно произнес твою фамилию напиши в комментариях просто кульмакишев или кульмакишев или в просто кульмакишев хорошо вот тут очень интересный контент тут есть тут также как у меня есть эти тут как так же как у меня есть вопросы интересные интересные фильма у меня тут есть по играм очень и очень интересный канал советую подписаться. Также не могу не пропиарить канал Cubes World. Я подписана на него очень давно. И спасибо тебе за то, что оставляешь мне все время хорошие комментарии. И мне очень приятно, когда вы это делаете. Тут есть очень много интересного контента по сборке кубика, рубика и другое. Тут есть ПЛЛ и ОЛЛ алгоритмы. Тут есть кубик-рубик. Это, собственно, сборка кубика-рубика после апокалипсиса. Мне тоже очень понравилось это видео. Тут куб-вертолет. Я до сих пор не понимаю, как его собрать. И многое другое. Многое другое. Еще сейчас будет один вопросик, на который вы можете ответить. Это паук. Он немного искажен в янтаре, потому что его нашли и он попал в синтетическую смолу. Он, конечно, не в янтаре был. Он намного искажен. Но я надеюсь, что вы сможете отгадать, что это за вид. Приводите свои примеры. Даже неправильные ответы я вставлю в видео. Ну, а тому, кто ответил правильно, особый респект. Хорошо. Я все-таки дам посмотреть, как же он выглядит на самом деле. Если вы отгадали, обязательно пишите в комментарии, кто отгадает. Особый уже, говорю, респект. Ну, и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, если вам понравилось это видео. А если не понравилось, то можете поставить дизлайк. Чем больше дизлайков, тем я понимаю, что видео нехорошее и могу его удалить или же заменить чем-то. На дизлайки я обращаю внимание, потому что я считаю, что чем больше дизлайков, тем у меня видео становятся опытнее. Итак, пока-пока!